Они называют себя законодателями моды, вместо паспорта делают татуировки, готовят курицу в земле и пьют вино из боярышника. Мы продолжаем серию специальных репортажей из Китая. Жизнь древних народностей Ли и Мяо изучала Анфиса Тимирзярова. Центральная часть острова Хайнань. Чтобы попасть сюда, нужно пройти этот обряд. Кого-то он пугает. Впрочем, опасаться не стоит. В гостеприимстве здесь еще никому не отказывали. Единственное условие – турист должен подставить лицо для рисунка. Треугольник – символ того, что человек пришел с миром. Хорошее намерение нужно подтвердить выкриком. По-китайски гость должен сказать «хоха». Причем лучше его не произнести, а проорать. Сделать это надо трижды. Если человек солгал, ему не сдобровать. Местных жителей охраняет тотем «голова коровы». Именно так встречали гостей самые древние жители острова Хайнань – народ Мяо. На острове они поселились несколько тысяч лет назад. Сегодня это одно из национальных меньшинств. Эта деревня, созданная в память о предках, стала крупным туристическим комплексом. Люди Мяо были известными воинами, а вот их соседи прославились своими танцами и песнями. Это народная стили. Это не хитрый музыкальный инструмент, а их полторы сотни. Они делали из стволов деревьев. В ход шли даже кокосы. Эта деревня тоже была построена специально для туристов. Современные ли живут в добротных домах по соседству. Здесь же просто развлекают публику. Хозяйством у ли по традиции занимаются женщины. Они должны раз – сидеть, два – тихо, три – шить. Закон жизни народной стили. Он существует с незапамятных времен, и в 21 веке отменять правила никто не собирается. Дамы ли – создания безропотные. Целыми днями они вышивают традиционные народные рубахи, платья, шали. Одним словом, все, что может заинтересовать туристов со всех концов земли. Ногами этой пожилой ткачихи наш оператор заинтересовался не просто так. Они полностью покрыты татуировками. По древнему обычаю, как только девушка достигала совершеннолетия, ее ждал визит к местному тату-мастеру. В первую очередь эти рисунки на теле выполняли функции паспорта. Например, молодой человек видел девушку с татуировкой, и если эта татуировка совпадала с изображением на теле его матери или его сестер, то тогда он не мог жениться на этой девушке. В наши дни диковатые традиции предков ли ушли в прошлое. Местные девушки, считающиеся, кстати, самыми красивыми на Хайнане, уродовать себя не готовы. К тому же женщины-ли считают себя законодательницами моды. Они убеждены, именно на Хайнане была изобретена мини-юбка. Наши предки проживали в разных районах, и те, которые жили в горах, предпочитали короткие юбки, чтобы было легче забираться. Длинные же юбки носили те, кто жил у моря. Здесь, в деревне, можно попробовать национальные блюда. Курицу, запеченную в земле, рис, приготовленный в кокосе. Есть и вина из риса, бананов. Самое известное вино из боярышника. Деревня находится в горах. Чтобы подняться, придется потратить несколько часов. Зато спуститься можно всего за пару минут на тарзанке. Сейчас мы поедем на канатной дороге. Анфиса Тимирзярова, Ксения Лазовская, Роберт Карапетян. Новости 4-го канала.